Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к евреям первого Верховного апостола Павла. И сегодня мы будем делать обзор восьмой главы этого послания. В православной толковой Библии говорится «Служение первосвященника нашего выше земли и ветхозаветных обрядов и совершается в святилище небесном, а не земном». Об этом с 1 по 6 стих этой главы. «Сущность Нового Завета, его отличия и превосходство перед ветхим». Об этом с 7 стиха по 13 стих. «Мысль о небесном служении Христа, она как бы естественно вызвала у апостола мысль и о том священном месте, где совершается это служение. Об этом говорится в толковой православной Библии, поэтому апостол говорит далее о небесной скине, то есть о небесном храме, служившем образцом для земной скини, а также о жертвах как символах Завета и о самом Завете, как ветхом, так и новом, ходатаем которого Христос». Конец цитаты. Итак, мы читаем первый раздел с 1 по 6 стих. «Служение пересвященника нашего выше земли и ветхозаветных обрядов и совершается в святилище небесном, а не земном». И с 1 стиха и ниже. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, «и есть священодействователь святилища и скиний истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». То есть Христос в своем вознесении восходит в небесное святилище, на чем настаивает толковая православная Библия. Архиепископ Аверкий Таушев пишет. В главе 8 продолжается та же мысль, и в первых двух стихах указывается третье преимущество Христа как первосвященника, то, что Он служение Своё отправляет не на земле, как ветхозаветные первосвященники, а на небе непосредственно пред престолом Божьим, ибо Он, Христос, Сам воссел одесную престола величия на небесах. Эти стихи 26 по 28 7 главы и 8 глава с 1 по 2 архиепископ Аверкий пишет «Составляют апостольское чтение в дни памяти святителей на литургии, потому что каждый святитель Церкви Христовой тем велик, что он уподобляется великому архиерею, Господу Иисусу Христу и Его святости и непорочности». И далее мы читаем с третьего стиха Аниши. «Всякий первосвященник посылается для приношения даров и жертв, то есть посылается людьми, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести». Сей – это Христос. «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, ну там, овец, козлов и так далее, лепешки, смазанные и леем и медом, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного». То есть это преобразовательные жертвы и дары. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиней, то есть когда он строил походный храм, скинию, ему было сказано, «Смотри, – сказано, – сделай все по образу, показанному тебе на горе». То есть Моисею были показаны как бы первообразы, отталкиваясь от которых он должен был созидать земное святилище. И в книге «Чисел», 8 глава, 4 стих, мы находим такие слова. «И вот устройство светильника, чеканный он из золота, от стебля его и до цветков чеканный, по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник». То есть все эти образы небесного светильника были явлены Моисею. И когда Иоанн Богослов был в духе в день воскресный, в день Господний, он видит видение Христа в одежде первосвященника в падире посреди семи светильников. И архиепископ Аверкий Таушев пишет, «Кроме того, большая разница в самом существе священства Левицкого и священства Христова, ибо ветхозаветные священники совершали служение, которое имело только символическое и прообразовательное значение. Все же эти символы и прообразы как раз и осуществились во Христе». И давайте вспомним, как в книге «Откровение Иоанна Богослова» описывается Иоанном Богословом созерцание небесного святилища. Это первая глава с 12 по 16 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир» – это одежда персвященника, «и по персиям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные халькаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей». И далее мы читаем шестой стих, восьмой главы. «Но сей первосвященник», то есть Христос, «получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета». Он ходатай не ветхого, а нового завета. И этот завет лучше, потому что это завет по благодати. Как и сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». А какие лучшие обетования мы имеем, Христос говорит, что в своем первом пришествии он пришел не судить, а спасать людей. Далее седьмого по тринадцатый стих говорится о сущности Нового Завета, его отличия и превосходства перед Ветхим Заветом. И мы читаем седьмой стих. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Действительно, если бы Ветхий Завет был бы совершенным, то зачем надо было бы искать какой-то Новый Завет? Самое интересное заключается в том, что в самом Ветхом Завете, в книге пророка Иеремии, тридцать первая глава, с тридцать первого по тридцать пятый стих, говорится о том, что Ветхий Завет будет упразднен, и на его место придет Завет Новый. И мы читаем этот отрывок. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот Завет Мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомину более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь, Саваоф, имя ему. Но кто-то, слушая эти слова, может задаться вопросом, а что христианам, которые пребывают в Новом Завете, не надо учиться? Это отсылка к действию Духа Святого, о котором мы читаем слова Христа в Евангелии от Иоанна 14, 26, где Сын Божий говорит, «Утешите же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». То есть действием Духа Святого христиане понимают тайны своей веры. Как и сказано, что никто не может назвать Иисуса Господом, то есть Богом, как только Духом Святым. И далее мы читаем, «Но пророк, то есть пророк Иеремия, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, уже читаем дальше, восьмую главу послания к евреям, когда я заключу с домом Израиля и с домом Июды Новый Завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещают дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большего, будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не вспомяну более. Говоря, Новый, здесь уже комментирует апостол Павел, показал ветхость Первого Завета, оветшающее и стареющее близко к уничтожению. И Беда Достопочтенный пишет, не от того ли у старых уже родителей рождается Иоанн, что так было обозначено последующее рождение Духовного Нового Завета. Действительно, многие святые божьи угодники, в том числе Иоанн Креститель, они родились от пожилых родителей. Действительно, Ветхий Завет порождает этих людей, но они, входя в Новый Завет со Христом, становятся более великими. чем то, что мог им сообщить Завет Ветхий. Итак, отцы, братья, сестры, сегодня мы сделали обзор восьмой главы послания к евреям первоверховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор девятой главы этого же послания. подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...